Здравствуйте! Это вторая часть эпизода, в котором участники ЕПКТ рассказывают про свой тюремный быт. В прошлом подпольные рэперы раскрыли, как зарабатывают себе на жизнь и как начали вместе сочинять музыку. Послушайте обязательно этот эпизод, если пропустили. Представь, у нас есть тут стеклянные кружки, короче, на них у всех. То есть их начинают отбирать, начинают отбирать вещи, которые там у тебя там и так их толком нет, короче, вольные. То есть для них это прям радость, прям насрать прям вообще заключенным. Ну а сейчас речь пойдет о Славе. Он выбивается из всей четверки, не состоит в музыкальном кружке, как остальные, и сидеть ему куда дольше. Кай, Миша и Олег окажутся на свободе в течение года, а Славе отбивает наказание еще 13 лет. Здорово! Сделать я там чаю? Писывается? А, да, я записываю. Да, записывается. Так а что грустить? Они свое отсидели, как бы, что? У меня свое впереди. Свободятся я, дай бог, что будем как-то делать, что они будут на свободе. А я здесь. Другие заключенные знают, чем вы занимаетесь? Да, практически никто не знает. Знают, с кем непосредственно. Я в близких отношениях на бараке, он знает, как бы. Ну как относится? Да большинству вообще просто плевать. Тут видишь, много же сидят, которому это вообще чуждо. Вот это понятие музыки. Мне один говорил, зачем это тебе надо, как бы. Ну вот, для меня это последнее, что осталось вообще для меня, мое вообще. Если я еще останусь без музыки, ну не знаю тогда вообще, что. Ну это прям вообще, это то занятие, которое я получаю удовольствие, даже учитывая того, что сама музыка, в которой я сейчас участвую, мне особо удовольствия не приносит. Ну вообще у меня цель в жизни сделать какой-то годный продукт, который вообще выстроит, который люди поймут и услышат, короче. Просыпаюсь я в 6, если, короче, мусор не идет на барак. Ну у нас типа зарядка, я, короче, лежу. Как слышу только, что к нам заходят. Оденусь быстренько, выйду на улицу, пока зарядка проходит 10 минут. Потом сразу ложусь спать. До 8, короче, сплю. В 6.30 завтрак, я на завтрак не хожу. В 8 встаю, одеваюсь, иду на проверку, нас посчитали. Потом иду, умываюсь там, иду на работу. И на работе до 8. Ну просто на бараке делать нечего. У меня на работе, тут как жизнь. Тут музыкалка рядом. Там живем, там постоянно общаемся, здесь друзья как бы. А там на бараке, ну что делать, сидеть просто, телевизор смотреть, как бы неинтересно. Там постоянно есть какие-нибудь занятия. А к тебе кто-то приезжает? А ко мне не ездят на свидание. Вы говорите по телефону, да? Да, вот так же говорим. Посылку отправят мне, там денег положат на счет. На свидание, на длительное свидание, я понимаю, с телкой бы, да. Брат ко мне там, мама приедет. На чем мы будем трех суток сидеть? Мы вот так с ними поговорим нормально. Зачем им мотаться ездить? А жены у меня пока нету, как бы, и это... А планируешь жениться? Планирую, но это, не знаю, когда это произойдет. Есть несколько, есть такие. Ну, с какими-то я общался, одна была даже готова приехать, там. Как бы изначально просто на свиданку, но я понимал, ее намазать можно, чтобы она замуж за меня вышла. Но она просто вообще мертвая. Блин, ну, не знаю, я еще просто сильно так, это ладно, еще, может, лет через пять, когда я уже жестко, у меня будет колба трястись по этому поводу. Тогда да, может быть, еще. А сейчас, не знаю. В отличие от Славы, Кай женат уже пять лет. Тюрьмем провел уже почти десять. А как вы познакомились с женой? С женой я, короче, знаком со свободой. Я пришел с армией, она встречалась на тот момент с моим другом. И вот я решил его навестить, мне сказали, его там, короче, произошла драка, и его выкинули, короче, с пятого этажа. Вот. Ему сломали шею, там, что-то руку, там, ну, он реально там весь перебинтованный. Пацаны взяли там бухла, короче, курехи всякой разнообразной. Ну, и все, и мы начали веселиться. Я, короче, на тот момент, представляешь, две недели, короче, ничего не жрал. Ужасно захотелось есть. Беру там, что первое попадает, в вареники с творогом. Как сейчас помню, короче, вареную сгущенку и что-то еще, и, по-моему, батон. Все, иду, думаю, сейчас вот, короче, поем, и все вообще круто будет. Начинаю варить эти вареники, и приходит она. Она, как бы, очень историчная личность, короче, она начинает выгонять всех пацанов. Потому что, ну, все что там, бухие там, накуриные там, еще что там. Все, я стою, варю эти вареники, представляешь. И она стоит на кухне, и всех, до кого можно доебаться, надоебалась до меня. Она говорит, уходи отсюда, уходи. Я такой говорю, да подожди, ты говорю, да, я говорю, поем. У нее истерика. Она берет эти вареники, выливает в раковину, собираемся с пацанами, уходим. Все, потом буквально через неделю там меня закрывают. И через пять лет она добавляется ко мне в социальных сетях. Ну, говорит, вот я вот там такая-то, такая-то, помнит, можешь. И все, и, ну, мы что-то начали, ну, разговаривать, там, знаешь, там, ну, переписываться. Так, немного, там, и все. И там мне пишут через, там, три месяца, короче. Я, говорит, не знаю почему, я, говорит, очень сильно хочу тебя увидеть. Я такой, ты говорю, зачем тебе? Ты говорю, перестань. Ехать за тысячу километров на ЗЭКа, посмотрите. И что, говорит, за фетик, что у тебя такой непонятный? Она такая, не знаю, хочу. Все, и вот она ко мне приехала. Да, она приехала ко мне, то есть, через стекло. Свиданка происходила короткая. То есть, нельзя прикасаться к друг другу, ничего. Ты разговариваешь по телефону вот этой трубки, да. Не прикоснуться друг к другу, там, ничего нельзя. То есть, почти что первая была моя встреча, короче, визуально. То есть, там, симпатичной девушкой, то есть. Алло. Вика, здравствуйте. Меня зовут Петр Рузавин, мне ваш номер дал КАИ. Поговорить про вас, про ваш брак, про жизнь. Хорошо. Расскажите о себе. Мне 25 лет. Про работу я рассказать не могу. Единственное, работаю в торговле. Заместителем директора, конкретно в какой сети, сказать не могу. Почему вы не можете рассказать про работу? Ну, он же находится у нас, так скажем, в местах не столь отдалённых, поэтому это может навредить. А вы вообще на работе никому не рассказываете? Ну, есть близкий круг подруг, которые знают, это буквально 2-3 человека, что он сидит, а так нет. А как познакомились? Познакомились мы очень давно, дружили в одной компании, ещё там подростковый возраст, грубо говоря. На тот момент, когда его закрыли, естественно, с ним связи не было, около 5 лет, наверное. Вот. А потом как-то созвонились, общались. Написала я узнать просто, каково это вообще жить там. И вот разговор завязался. Мы переписывались, несколько раз ездила на короткие свидания, общались через домофонную трубку, так скажем. Всё, потом вот как-то так завязалось. Мы как-то разговаривали, и она спросила, как можно, говорит, попасть к тебе на длительное свидание, только если ты, короче, выйдешь за меня замуж. И та такая, говорит, да я согласна. И всё, и представляешь, у меня просто падает телефон, короче, и я такой, в смысле, думаю, как согласна, на чё согласна. Закурил такой, перезваниваю, я такой, а на чё ты согласна? Она говорит, ну вот как бы, вот там это, давай, говорит, это, жениться. Ну это, беру заявление, опишу, то есть обговариваем все нюансы, то есть я говорю, ты понимаешь, говорю, что под собой несёшь, что если ты, как бы, это, выйдешь за меня замуж. Она такая, как бы, да, ну всё, пристёгивайся тогда. И вот 4 года, чё, уже вместе. И он сказал, я на тебе женюсь. Это, конечно, было всё в шутку на протяжении, наверное, года. И потом он просто, а будь моей женой. Я говорю, ладно, хорошо. Он такой, а ты же шутишь? Я говорю, нет. А я вроде как бы шутила, а потом вроде как бы не пошутила, и так получилось, что мы назначили дату свадьбы, и как бы была не была, так скажем, вот так. Это было во время телефонного разговора. Бывает, что можем ежедневно созваниваться. Бывает такое, что полмесяца там не может звонить. Ну, то есть вот так вот. Расскажи про свадьбу. Как это обставлено? Как это происходит вообще? Конечно, хочется верить, что там всё, знаешь, как-то шикарно. Я не знаю. На самом деле, то есть приезжает нотариус. То есть небольшая, вообще реально небольшая комната, то есть росписи. Это там проходит у нас, где идёт роспись в журналах безопасности перед заходом на сам КДС. Практически, да, 7 лет я, короче, не видел женщины, не прикасался к ней. Стоит моё маленькое чудо, короче, в белой, как её называют, платье для свадьбы. Ну, что-то такое, короче, из разряда, что, ну, можно посчитать, что свадебное. Нотариус, да, она там, как бы, говорит, там, вот что как, там, то есть на что соглашаетесь, на что нет, что становится официальная ячейка общества, там, ну, и всё в таком духе. Я не знаю, я её не слышал. Она впервые меня взяла за руку, то есть она поцеловала меня, меня аж всего трясёт, короче, представляешь, просто я вообще просто разум потерял, то есть, ну, представь, 7 лет женщины не видеть. А это распространённое явление, когда заключённые женятся? Ну, это не распространённо, но довольно часто, но просто суть в том, что больше года мало кто выживает. Это реально, нет, это катастрофично просто на расстоянии, чувство всякой любви, там, обязанностей или ещё что-то, контроль этот постоянно. Всё равно ты же мужчина, то есть ты собственник при любых раскладах. Вы встречаетесь раз в 4 месяца, длительные свидания, это что? Это отдельная какая-то комната, домик? Выделяется там отдельный домик, скажем так. Там находятся комнаты, они небольшие, то есть там помещается в них одна двуспальная кровать, небольшой в виде журнального столика, столик, на нём стоит телевизор, DVD-шка и там, ну, небольшая там табуретка, всё, больше нету места. Три дня максимум, от одного, от суток до трёх дней. И три дня вы имеете право находиться только в одной комнате, да? Ну, там ещё кухня, соответственно, как бы душ. Не в комнате, а в помещении, то есть, как бы в этом домике отдельно. Что именно привлекло меня в нём? Наверное, харизма и, честно, я ненавидела его. Мне казалось, он такой весь выскочка, такой весь из себя. Он был душа компании, но меня это очень сильно раздражало. Не знаю, я не могу это объяснить. Это было очень давно, поэтому до сих пор не верю, что как бы вышла за него замуж, потому что человек такой своеобразный. Про сумму свадьбу я приехала, это был январь. Морозы вообще невероятные, просто за 30 градусов. Переодевалась я в платье, прямо в машине. Очень долго ждала на улице, наверное, ну, прождала где-то около часа, когда приедет женщина с ЗАГСа. Вот. В общем, туда меня пустили. Я приехала в Валенках, это было очень смешно. Ну, в общем, взяла сапоги, мне говорят, сейчас он идёт. Я говорю, подождите, как я пойду замуж в Валенках? Ну, очень сильно нервничала, конечно, и мне буквально сказали, вам две минуты, чтобы переодеть сапоги, то есть я переодела. Когда мы стояли, нам что-то эта женщина читала, я даже не помню, что, потому что у меня в голове было, как я на это решилась, да что я делаю, надо идти обратно, что я вообще творю, это не про меня. Дальше мы почему-то поцеловались, и нам говорят, ещё рано, мы уже говорим, неважно, ну, и вот как-то так вот расписались, да. Я приехала к маме, взяла бутылочку вина, для неё это неожиданно, конечно. Я говорю, мам, нам нужно поговорить. И, зная реакцию мамы, что она могла увидеть паспорт, допустим, упорвать, я отсканировала свой паспорт, принесла ксерокопию, я говорю, мам, в общем, я не могу никак сказать, вот, держи. То есть я перед фактом, можно сказать, поставила. У мамы была ужасная истерика, я в этот же вечер уехала к подруге ночевать. Конечно, нам было тяжело, наверное, около полгода, то есть она не принимала это, она со мной очень много разговаривала, читала аннотации. Ну, её как маму можно понять, в принципе, не каждая... Мать пожелает ребёнку своему, чтобы она вышла замуж за зэка, грубо говоря. Ну, через полгода она сказала, в любом случае, ты моя дочь, я тебя поддержу, поддержу, несмотря ни на что, я всегда тебя приму, всё. То есть это были её слова. И сказала, чтобы дома слово «муж» не упоминалось, то есть на данный момент, пока он не пришёл. То есть всё, ты вроде как замужем, но не замужем. Ну, вот так вот. Дома эту тему строго запрещено поднимать, всё. А как вы относитесь к тому, за что он сидит, к наркотикам? Я сказала, если не для Бога когда-то что-то я узнаю или ещё что-то, нет. Я не буду это терпеть. Зачем мне? Мне не 15 лет, я хочу семью, нормальную семью. То есть к наркотикам я вообще и к продаже, и ко всему я отношусь отрицательно. Я знаю, да, там, что он продавал там, да, для того, чтобы у него были деньги, да. То есть деньги он воротил немаленькие. Он за это теперь и сидит, грубо говоря, да, тоже, доказывая там своим родителям, самой себе, что он поменялся. И, не знаю, мне кажется, это было бы тогда зря. Ну, я же как бы жоу-бизнесом занимаюсь, да, я артист, я должен выглядеть нормально. А не то, что я как бы это такой жирный вывалил. И опять же, ну, я бабник, ничего с этим не поделаешь. А девочкам надо, чтобы у тебя была хорошая фигура, и ты как бы был приятно одет. Как можно быть бабником? Вот Скай рассказывал, что он до свадьбы несколько лет девушку вообще не видел. Нет, ну, я имею в виду вообще свою жизнь. Да и сейчас, понимаешь, то есть я даже в тюрьме, у тебя же там есть девушки, с кем ты общаешься, кто к тебе приезжает как-никак там. А к тебе приезжают? Нет. Ко мне не пускают, понимаешь? То есть администрация просто вот как бы уперлась, ты, говорит, женись, тогда пустим, понимаешь? Вот, а я, мне как бабнику жениться не хочется. Мне осталось сидеть полгода, идите вы нафиг. То есть я собирался, я хотел даже пожениться, но у нас, видишь, не сложилось. Когда у тебя последний раз секс был? На воле. То есть четыре года я, блядь, девственник, ёбаный. Как это сделать? Тут, ну, не пускают, если к тебе. Вот один раз вот ко мне приехала девушка, вот которой я ехал, когда меня приняли. Вот она за стеклом села, так я охренел просто, понимаешь? Меня потом еще дня два трясло, наверное. При этом на свидание ты все равно раз в четыре месяца ходишь. У меня мама приезжает. Да, ну, блин, видишь, я у мамы любимый ребенок. Мы с ней ближе по характерам подходим друг к другу. То есть я ее копия. И вы с ней проводите все эти три дня в четырех стенах? Она приезжает, ну, так и дома было, понимаешь, так как у меня такой образ жизни был, что я редко был дома вообще и редко с семьей находился. Плюс она работала. Я уже когда постарше стал, уже образумился. Я как бы понял, что, ну, с семьей надо как-то налаживать коннекты. И я частенько, то есть мог маму с работы забрать, там, в ресторан свозить куда-то с ней посидеть, покушать, там. Кино посмотреть с ней любили дома, вот, поготовить вместе. Книжки ты читаешь? Нет, вообще не читал книжки до тюрьмы. Какую-то художественную литературу я не буду читать принципиально, потому что это просто тупо трата времени для чего. Я могу прочитать какое-то обучающее и научиться чему-то. Если ты хочешь что-то интересное, можно кино посмотреть, мне кажется, лучше будет. Много смотрю, потому что первое правило режиссуры, ты должен смотреть хотя бы один фильм в день, чтобы... Потому что, видишь, я, опять же, кино смотрю не так просто, что фильм. Я начинаю разбирать его так же, как я вот песни сейчас слушаю, да. Я как звукорежиссер слышу, ага, тут он эту чистоту выкрутил, это он отправил туда, посылом сюда. Кристофер Нолан крутой режиссер, очень прямо. Мне нравится, как делает Майкл Бэй. Пусть он, конечно, и слишком такой, знаешь, это как Алла Пугачева сказать, что крутая музыкантша, ну, блин, у него реально крутые фильмы, он круто их преподносит. Гай Ричи крутой. Нет, Тарантино мне не нравится абсолютно. Бондарчук крутой режиссер. Нет, у меня цель, главное, чтобы не деградировать и все, как бы, по максимуму, так сказать, не это... Не отходить, короче, от воли и это... Мониторишь же все равно, там, что там происходит, как бы, что-то вот музыку пишешь, как бы, читаешь те же книги. Последнее читал «Приключения Эраста Фондорина». Вообще, да, крутая. Я только одну книгу читал, ее же серия, там, вот, охота еще, как бы, это, остальные, я думаю, затянуть. Но со мной работает парень, который постоянно читает много книг, и, то есть, он мне что-то, бывает, подсказывает. Мне вот понравилась у Олега Роя книга, что-то про сны, ну, тоже нормальная книга. Ну, и прям, как будто, вообще, ощущаешь полностью. Ну, и эти, по истории России, как бы, тоже много книг прочитал. А новостями интересуешься? Как бы, видишь, у нас нету, в принципе, с кем дискуссию-то повести вообще на эту тему. Я в основном в интернете, вот, общаюсь на такие темы. Вот это вот беспонтовая, короче. Мне вообще, как бы, если честно, вот, власть не очень наша. Если в целом взять за политическое, то есть, скажем так, у нас положение страны, короче, я против режима Путина, то есть, против все, что он делает. Если скажут, что Путин молодец, как бы, там, то, что вот он, там, поднял экономику страны, там, или еще что-то, ну, все это пиздежь. Суть в том, что, если адекватно посмотреть на экономический спад, то есть, и что дядя Боря на хуи вертел, то любой человек, у которого есть хоть толика мозга, короче, он поднял бы экономику и сделал еще больше, чем сделал это Путин. То есть, он руководствуется системой кнутая преника, только преники он дает тем, кто почему-то стал, назовем их внутренние войска, да, ОВО. То есть, все, короче, система мусоров очень сильно развилась, то есть, возможно, кто-то скажет, что это стало меньше криминала, чем, там, в 90-х, там, не убивают, или еще что-то. Давай посмотрим на это с другой стороны, что кто сейчас стоит у власти, да, и тот, кто является якобы законом, то есть, они хуи вертят еще гораздо больше, чем те ребята с 90-х. Они так же хорошо, то есть, ничего не поменялось, просто поменялись ярлычки. А вы там пьете? Есть возможность алкоголь как-то поставлять? Раньше тут, как бы, блин, постоянно такие вечеринки были, я просто вещь, я не бухаю. Короче, если раньше еще можно было что-то замутить, тут спирт, там, коньяк, стекли, там, и прочее. Давным-давно сейчас уже такого нету тут, короче, если они делают, то только брагу, то есть, там, на дрожжах, там, на сахаре, который тут тоже запрет, там, вымучивать, там, или на конфетах, короче, растворяют ее. На каждом бараке, короче, свои сигареты, так скажем. Ну, короче, допустим, у нас, там, спускается под землю, ее закапывают глубоко в землю, пятилитровую бутылку из-под воды. В нее вставляют, то есть, там, типа трубочки такой, короче, там, выходят, чтобы через землю был выпуск, то есть, чтобы она бродила. И все, вот она под землей бродит, там, сколько-то времени, там. Суть в том, что, короче, в этом лагере очень ужасно крепится бухару, короче, я не знаю почему. Ну, может, потому что они сами алкаши, короче, тут просто борются с алкоголизмом, так-то борются здесь со всем, короче. Но бухара прям, это прям пиздец такой, табу, что аж как будто, там, я не знаю, там, что-то греховное совершил, там, не знаю, что-то человека убил. Ну, и все, и, то есть, это как-то делается, там, небольшими коллективными, там, несколько, там, людей, и то беспалево, там, и, там, по-быстрому, то есть. А в карты играете? Да, я играю. В 2-1 в покер. В 2-1, это в очко, в смысле? Да. Не говори так. Никто так не говорит. Очко никто не называет эту игру. Называется 21. Ну, да, представь себе, ты в тюрьме подойдешь к кому и скажешь, что, давай в очко сыграем, вот как это, блядь. 21 очень крутая игра, короче, тут недавно совсем в лагере начали играть в покер, то есть, тут приехали те, кто научился. Блайнды, то есть, есть фишки, то есть, мы сделали, там, фишки, короче, пацаны, там, законетелились, то есть, там, стандартный блайн, там, там, ну, по 50 рублей, то есть, там, поехали, то есть, карточку, там, и, ну, и все, как, если ты за покер, а если за 2-1 ведется специальная пулька, то есть, на бане сколько, короче, лавехи, короче, там, и поехали. Ебать, как ты разговариваешь, даже я тебя не понимаю. Ведется опись, опись, вот такая. Ты в основном проигрываешь или выигрываешь? В прошлый раз я выиграл, короче, 41 тысячу, короче, но мне пришлось расписать, короче, на общие дела, короче, и прочее, потому что, блядь, ко мне подошли блатны и сказали, да, к это, слышишь, блядь, ну, пиздец, короче, блядь, ну, так нельзя. Ну, я последний раз только на СИЗО играл, как бы, тут нет, я не доверяю этому лагерю. Я принципиально тоже не играю. Я, да, я здесь единственный азартный человек. Да он шулер, блин, как с ним, вот таких сядет, там, двое-трое, и все, и все, и что барыжил, что не барыжил, за что сидишь, потом все деньги забрались. А в онлайн-покер не играют? Играют, как не играют-то? Покер Старс? Ну, кто-то на Автодарке играет, кто-то на Покер Старс, но Покер Старс, она что, она самая популярная площадка. А если в колонии, вы какие трюки используете? Есть каталово на руку, то есть, по-любому, то есть, как бы, оно никуда не уходит, то есть, мы с тобой изначально обговариваем какие-то моменты, что, знаки, то есть, там, как мы будем маяковать, там, допустим. И знаешь, что мы знаем, короче, что нас двое, короче, катающих на руку, и их двое, короче. И вот у нас начинается комба, короче, то есть, кто круче, короче, сольет больше бабок, выкачает из друг друга, то есть, месяца три назад, зима еще, то есть, только вот весна, точнее, началась. На соседнем бараке играли, короче, в 2-1. И там пиковый, короче, накурился, что-то там, ну, тысяч пятьдесят, шестьдесят, а у него баба, расчет подходит, то есть, к нему спрашивают, там, что, все нормально у тебя с расчетом, то да, да, мухрю. А он работает на бирже здесь. Промзона. Промзона, да, короче, вот они там лес валят, там, еще что-то, а он ушел на работу, и он загасился там. То есть, он хотел съебаться с лагеря, короче, он не хотел возвращаться домой, тут, короче, прилетели комиссии, то есть, его искать, там, с собаками, со всей хуйней, короче. Вот и за карт. И все закончилось тем, что его просто, как бы, забэмили, ну, то есть, садят в одиночку, куда его никуда не пускают, и потом вывезли в другой лагерь. Скорее всего, его найдут на другом лагере. То есть, карточный долг, это святое, если ты за него забудешь, мы тебе о нем напомним. Эта группа про все. Во-первых, нас 4 человека. Мы абсолютно, так скажем, разных весовых категорий. То есть, кто-то из нас домашний, кто-то из нас уличный, кто-то из нас там рос вот так, кто-то из нас рос вот так. Мы все абсолютно слушали разную музыку. У нас разные понимания и взгляды на какие-то приоритеты. Но в конечном итоге мы находим консенсус, то есть, находим золотую середину, начинаем что-то делать. Как-то вечером от Миши мне пришло сообщение, что нам надо срочно поговорить. В ЕПКТ произошли серьезные изменения. Остались только три участника. Славу выгнали из группы. Что у нас? Не знаю даже, как сказать-то. Все. Его теперь с нами нету. Это какой-то личный конфликт. Ну да, ситуация такая вышла. Человек не оправдал свои ожидания, короче. Сейчас он придет, будем решать что-то. Хуй знает. Скорее всего, он полностью исключается. Ну как, альбом мы сейчас выпустим. Сколько там? На пяти треках из девяти он записан. И так и выйдет. А это что-то связанное с творчеством? Этот ваш конфликт? Или это как бы на личном уровне? На личном. На личном. Это на жизненном уровне получилось хуево. Загадками какими-то говорите? Ну, блядь, мы не можем рассказать тебе данной ситуации, что, короче, произошло между нами. Это пиздец просто. Короче, нельзя выносить. Да. Вот, просто исход такой, что его нету с нами, все. То есть он, может быть, будет появляться потом на каких-то песнях, потому что записано много, видишь, материала. То есть сейчас мы альбом делали девять песен, но у нас помимо них еще двадцать одна осталась просто. И где-то он написал куплеты, и если мы посчитаем когда-нибудь нужным что-то выпустить, то он, скорее всего, там может появиться. Следующий альбом мы начнем делать уже без него, скорее всего. Напрямую на вопрос, почему выгнали славу, в этот раз ребята так и не ответили. Что же между ними произошло? Слушайте в следующем эпизоде подкаста «Голос Зоны» через неделю. Мы замедляем роль, пока есть кино, и оно со мной. Мы заменяем любовь, держа в руках клинок, адреналин, рывок. Да. И все имя, это дело. Что же из-за отоп rad